Лана лёгкая. Его запрет. Текст читает Алисия Май. Пролог. Не знаю, откуда у меня столько смелости, но я берусь за ручку и открываю дверь спальни. Я готовилась к этой ночи несколько дней. Выбирала красивое бельё, посетила салон и избавилась от всей ненужной растительности на теле. А это больно, очень больно. Моя кожа на ощупь как лепесток розы, да и пахнет так же. Я настоящая куколка. Не представляю, какой мужчина смог бы от меня отказаться. Слава спит. Он так и не переоделся. Лежит поверх застеленной кровати, только пиджак закинут на кресло. Я не смело подхожу к кровати, присаживаюсь на край. Подушечки пальцев покалывают от желания прикоснуться к мужскому лицу. Провести вдоль линии бровей, очертить губы, коснуться пробивающейся щетины. Но я медлю. Боюсь, что он откроет глаза и тут же прогонит меня. Ведь кто я для него? Ребёнок. Сестрёнка лучшего друга. Но мне давно уже девятнадцать. Я взрослая женщина. И я люблю его. Сегодня он не посмеётся надо мной. Не скажет, что я глупышка и что мне нужно встречаться со своими ровесниками. Я не позволю. Эта ночь изменит всё. Слава станет моим первым и... единственным мужчиной. Глава первая. — Лизка, там твой приехал! — шепчет мне подруга на ухо, а я толкаю её локтем вбок. — Не дай бог нас услышит Марк. — Твой. Никакой он не мой, к сожалению. Лучший друг моего старшего брата. Вячеслав Сизов. Взрослый, успешный и красивый мужчина. Он помнит меня ещё ребёнком. И сегодня приехал поздравить совершеннолетием. Я официально взрослая. И в этот день я решила признаться Славе в любви. Теперь он не сможет сказать, что я ребёнок. Мне исполнилось восемнадцать. — Тише! — шепчу я, чуть привставая со стула. Действительно, у ворот коттеджа паркуется серебристый автомобиль. Я вижу, как мужчина выходит, поправляет волосы, достаёт с заднего сидения огромный букет алых роз в форме сердца и направляется к нам. — Ох! — выдыхает Юля. — Топчик просто, а не мужик. — Да тише ты! — толкаю подругу сильнее. А сама не могу изображать равнодушие. Я полностью потеряла интерес к одногруппникам, что поднимают за меня бокалы и говорят тост, зачитывая с большой открытки поздравления. Я смотрю только на Славу. Боже, какой же он красивый! Даже дышать трудно. — Добрый вечер! — произносит он громко, открывая дверь. А у меня мурашки по коже. Я медленно поднимаюсь, чувствую, как потеют мои ладошки. Ведь Слава пришёл ко мне. Возможно, отложил важные дела и приехал, чтобы поздравить меня. Как же это приятно! Хочется радостно хлопать в ладоши и прыгать на месте. Но я продолжаю стоять, прогнувшись в пояснице и втянув живот, зная, как красиво смотрюсь в вечернем платье. Сегодня Слава рассмотрит во мне взрослую женщину. Не посмеет назвать лялькой. Именно так они с братом называют меня, когда хотят позлить и указать на возраст. Лялька — ребёнок. Лиза. Слава быстрым шагом подходит ко мне, вручает букет цветов, обнимает и целует в щёку. Пряный аромат мужской туалетной воды окутывает. Хочется прикрыть глаза и тихо застонать. Как давно я мечтала о его поцелуе, об объятиях. В этот момент я ненавижу тяжеленный букет в моих руках. Он — преграда между мной и любимым мужчиной. Гостей, которые только мешают. Даже брата, что подмигивает мне. С днём рождения! «Спасибо», — отвечаю я не своим голосом. Быстро-быстро моргаю, чтобы никто не заметил проступивших слёз. В груди настоящий пожар. Слава не садится рядом с Марком, а занимает место рядом со мной, сгоняя со стула Серёжу, одногруппника. «Я знаю, что нравлюсь Сергею. Он несколько раз приглашал меня погулять. Я отказывала. Он милый, добрый, но... Он не Слава. А сегодня его ухаживания стали более настойчивыми и открытыми. Он даже не побоялся приобнять, когда мы выходили на улицу жарить мясо. И всё это при брате. «Давай я заберу букет». Юля приходит мне на помощь. Точно не от доброты душевной. Хочет сделать несколько селфи и выложить в социальных сетях. Не удивлюсь, если под фотографией будет надпись «Спасибо, любимый». Я присаживаюсь на стул и не нахожу себе места. Он так близко. Я чувствую, как от его плеча и бедра исходит тепло, когда Слава случайно меня касается. На моих губах широкая глупая улыбка. Юлька заканчивает фотосессию с моим букетом и тактично покашливает, показывая, что я дурочка, покручивая у виска. Я точно похожа на радостного щеночка. Не ем, не пью, только смотрю на своего любимого мужчину. «А ты что не ешь?» – спрашивает он, замечая мой пристальный взгляд. Стыд опаляет щёки. «Мы уже давно за столом, я сыта», – отвечаю я совершенно не так, как планировала, несмело и тихо. «Но хотя бы выпьешь со мной?» «Мне нельзя». «Ты же сегодня стала совершеннолетней», – усмехается Слава и берёт бутылку с шампанским. «Марк не разрешит. Твоего брата я возьму на себя», – отвечает он с улыбкой на губах. Я неопределённо пожимаю плечами и перевожу взгляд на Марка. Он наблюдает за нами и показывает жестом, чтобы Слава налил мне чуть-чуть. Не запрещает. «Выпьем за тебя», – Слава говорит шёпотом так, чтобы слышала только я. «С днём рождения, красавица». Я беру бокал подрагивающими пальцами. «Спасибо», – шепчу в ответ. Я много раз представляла, как мы будем ужинать вместе, как будем сидеть близко-близко, вот как сейчас. В фантазиях я была жутко смелой, а сейчас от смелости не осталось и следа. Разве я могу вот так при всех положить свою ладонь на бедро, а тем более провести ею вверх? Нет. От одной только мысли становится душно и жарко, а сердце готово выскочить из груди. Слава пьёт шампанское. Я тоже делаю глоток. Прохладный напиток щекочет язык. «А ты почему молчишь, что я забыла подарки?» – спрашивает мужчина, отставляя бокал. Рядом с ним я чувствую себя совершенно растерянной и вместо слов просто жму плечами. Он из кармана пиджака достаёт украшение и не просто протягивает его мне, а помогает надеть. Я боюсь пошевелиться, ощущая, как горячие пальцы нежно проводят по моей шее. «Мне ведь не показалось, это интимное прикосновение. Точно не дружеское». «Но как тебе?» – интересуется он. «Нравится?» Я опускаю голову и вижу, что это не простая цепочка, а с кулоном в виде розового сердечка. «Я нравлюсь, Славе, нравлюсь. Мужчины не дарят просто так украшения в виде сердца. Я уверена в этом». «Очень», – отвечаю. Окрылённое случившимся, тянусь и целую мужчину в щёку. «Оно очень красивое. Спасибо». Мой голос звучит низко и соблазнительно. Я не спешу отстраниться. Наши лица в десятки сантиметров друг от друга. Мне хочется, чтобы он всё понял. Понял, как сильно я люблю его. «Я рад. Помощница не подвела». Одной фразой он выбил из моих лёгких воздух. Уничтожил меня. Слава выбирал не сам, а лишь подарил то, что принесла ему помощница. Как же это удобно. Я резко отстраняюсь, стараясь выглядеть такой же счастливой и радостной, что и секунду назад, а мужчина тянется за мной, склоняется к уху. «Ну, Ляль, кто из этих щеглов твой парень?» – спрашивает он. «Обещаю, я ничего не скажу твоему брату». «Никто», – отвечаю я. «А я думаю, что вон тот». Слава взглядом указывает на Серёжу. «У меня нет парня». Произношу я с резкой интонацией в голосе, смотря строго перед собой. «Сергей мой одногруппник». «М-м-м», – протягивает мужчина. Его голос вибрирует у самого уха, отчего по всему телу пробегают мурашки. «Со стопроцентной уверенностью я могу сказать, что паренёк на тебе запал. Если он вдруг позволит себе лишнее, ты только скажи». От этих слов я вздрагиваю, словно от удара по лицу. «Мне хочется смеяться и плакать одновременно». «Все мои фантазии в один момент превратились в ничто, в песок под ногами, в пыль». «Интересно, Слава понимает, как сейчас делает мне больно?» «Даже пощёчины не такие болезненные, как слова, что я от него услышала». «У меня есть брат, чтобы жаловаться ему», – говорю и отворачиваюсь от мужчины. Делаю вид, что показываю Юле подарок. Подруга берёт сердечко пальцами и крутит, подставляя кулон под лучи ламп. «Точно бриллиант!» – она выносит вердикт с видом знатока. «Не говори глупостей. Ты хоть представляешь, сколько он должен стоить?» – отвечаю я, до боли прикусив губу и стараясь не расплакаться. «Не представляю», – признаётся подруга, наконец отрывает взгляд от украшения и смотрит на меня. «Лист, ты чего?» «Всё нормально», – говорю одними губами и, до боли зажмурившись, считаю до десяти. «С ума сошла?» – Юля встряхивает меня. «Сейчас макияж испортишь». «Вот, стрелку смазала. Идём, поправить надо». Она поднимается и тянет меня за руку. А я чувствую себя самой настоящей дурочкой. «Мне не хочется уходить. Когда ещё удастся посидеть вот так, рядом с любимым мужчиной?» «Только если на следующий мой день рождения. Или день рождения Марка. Но тогда мне будет отведено детское место, рядом с братом. А в десять вечера я пойду в свою комнату, пока он с друзьями продолжит праздновать». «Ну идём же», – Юлька дёргает меня. «Кто и правильное 장